Привет, друзья! Добро пожаловать в мое новое видео! Это последнее видео с турнира Vianel. В скором времени он завершается. С сегодняшнего дня начинаются у нас три последние игры. И я хочу сказать, наверное, это самые важные игры этого турнира для нас, потому что играем мы с принципиальными соперниками, с которыми будем встречаться на Олимпийских играх в нашей группе. А именно это команда Китая и США. Сегодня мы встречаемся с командой Китая. И я, пользуясь случаем, хочу показать вам наш день, нашу подготовку, наш настрой. Ну и вообще рассказать, как мы здесь живем на протяжении уже целого месяца, как мы освоились и чем занимаемся. Что, поехали? Вы наверняка все помните, что в номере своем я живу с Ариной Федоровцевой, и я сейчас покажу, чем Ари занимается каждый день. Она стесняется, правда, но я попросила ее показать, потому что это невероятно круто. Она заканчивает 11 класс и готовится к экзаменам, к ЕГЭ. Арина идет на золотую медаль. Наша гордость не только на площадке, но и за ее пределами. И большой пример для молодых волейболисток, для вообще людей, которые хотят чего-то добиться, совершенствуются не только стараясь. Мы тобой гордимся, Ари. Я больше скажу, вот в этом я ничего не понимаю. Я начала сборник пока, в начале сама. Один уже решила, решаю еще один, все для подготовки. Молодец. Там у нее еще куча учебников. Биология. Ух, молодец. Мы с Ариной пошли на важное задание. Сейчас вам покажу. Это невероятно тяжелый процесс разбора чистых вещей. Наш менеджер Андрей Юрьевич, который живет, кстати, здесь. Андрей Юрьевич, здрасте. Отправляет нам сообщение в группу и сообщает о том, что чистые вещи уже ждут нас, их нужно разобрать. Сегодня мы одни из первых, видимо. Сегодня одни из первых. Каждый сдает каждый день по 6 вещей. И на следующий день нам приносит их уже чистыми. Свои вещи мы знаем, подписываем. Но вынуждены все равно разбирать. Среди такой горы носков, попов, маек. Сейчас будут в кадре, что я разбираю? Они уже, они уже, Арина. Ты себе накладываешь, как будто это все твое. Набирай, Арина. Подешевле. Выглядит это реально так, кстати, как будто мы на сейли пришли. Собираем себе новую коллекцию. Тут надо, да, посмотрите. Вот, спасибо. Добыча. Все, все вещи найдены. И угадайте, куда мы идем? В номер. Потому что больше некуда. Да, у нас такие мини-прогулки. Из номера собрать чистые вещи. Из номера выйти, поехать в зал. На игру, на тренировку. Ну и на пляж, конечно же. Девушка, преувеличиваю. Но у нас есть огромный бонус в виде пляжа. Поэтому нам точно повезло. Арина с надеждой смотрит в окно, что через три дня свобода будет доступна. Пип, привет! Привет! С вами как-то тревога. Пип, ты на фоне трусов. Ладно, не смущаю. А это один из бразильских тренеров. Каждый день занимается в бассейне. Бро, я пришла узнать, какие у вас дела. Я брови крашу. Это, кстати, я их не предупреждала. Смотрите. Я просто Пипа увидела на балконе. Решила, что можно зайти к брову. Вон Пипа сидит. Хочу дыньку. Кого? Дыньку. Дыньку не хочу. Что делала? Видео начала снимать, последнее из Италии. А что за тема видео? Наши будни, Елёк. Как обычно, я чищу зубы или давлю прыщи. Что-нибудь такое. Ну да, только это я обычно показываю. Ну просто красотка, что ли? Все, Даня. Я обычно застала меня в разбор. Ты единственная, кто вообще не избегает этого. Да. Видишь, какая я открытая. Смело, смело погружаешься в атмосферу моих видео. Елёк, я на самом деле пришла с вопросом о том, как прошел этот месяц в Италии. Трудно? Легко? Классно? Не знаю, весело? Интересно? Все, что угодно. Твои ощущения? Ну, наверное, среднее. Ну, типа, трудно. Но из-за того, что море рядом, солнышко, то быстро отходишь от всего трудного. И такой сразу, еее, как хорошо, что я именно в этом месте нахожусь. Блин, я бы тоже тебя поддерживаю, потому что море это огромный бонус. Пип. Пока. Пока. Хорош, спасибо, Елёк. Да, пожалуйста, Данюша. У нас новое путешествие. Стой. Мы вышли из номера. Бумажки не надо. Идем. Бумажки у нас. Ты забыл бумажку? Не знаю. Мы идем на собрание. Ари забыла документы. Документы. Это наш разбор, который готовит нам любезно наши статистики. Для того, чтобы мы знали, кому, что, когда закрывать, где защищаться, как ставить блок и все тактические действия против нашего соперника. Здесь самая секретная информация, как мы будем бороться против Китая. У каждой команды, кто живет с нами в отеле, есть свой отдельный конференц-зал, куда больше никто не заходит. Лакшери. У России лакшери. Господи, у меня уникальные кадры. Смотрите. Все, иди. Наташа. Я с тобой не хочу общаться. У вас, как комментарии, видимо, у вас плохие отношения, потому что Наташи нет на видео. Я не хочу, не хочу больше. Попереть свою камеру. Натаха, отлично. Поддерживаем интригу. Да. Зарядка я тоже не верну. Зарядка. Ну, если ты не знала, кто мне вчера находила? Ты понимаешь, что ты не знала? Она находила меня. Она и мне храбит. Все, у меня эксклюзив. Николай. Наш конференц-зал. Мы готовимся к собранию. Здесь проходят все наши разборы, вся наша подготовка. Теоретическая. А вот на практике мы будем показывать себя чуть позже. Ты как диджей, знаешь? Телефоника парит. Хорош. Всем привет. Собрание закончилось, и мы продолжаем наше путешествие по отелю, и идем на обед. Поднимаемся наверх. Проходим через лобби. И пойдем в сторону зала, где мы обычно кушаем. Мини-бар оплачивают, сто процентов. Смотрите. Анька подкопаем обычные миски, холла. И королева зацкола. И королева зацкола. Ладно, не будем смущать. Лучше заснимем бровки. Это твой кокос, Лёв. Так, мы в столовой, ребята. В Юлькином царстве. В государстве. Салатик, да. Я тебя тоже беру. Салатик. А все остальное, если честно, такое же. Ничего из нашего меню не поменялось. Что было в первый, второй, двадцатый день. Все то же самое. Юлька кукуруза, чтобы прыгалась выше на игре, да? Да. Так, наш обед выглядит вот так. У меня паста чемпиона. Салат. У Аринки тоже паста. И тоже чемпиона. На девчонками подглядим. Обед закончен. Возвращаемся к себе в номер. Так что лифт открывается. И я еду отдыхать. Сейчас есть время немножечко, нам буквально не больше часа передышки. Отдыхаем. Может кто-то спит в это время у каждого по-разному. И уже будем собираться на игру. Мы готовы, чудесным образом преобразились, надели игровую форму и готовы выезжать на игру. Выходим. Следующий пункт назначения – автобус. Это, опять же, такой недолгий путь, по которому нам можно пройтись. Из нашего номера до автобуса. Зарь, один вопрос. Так как уже скоро турнир завершается, скажи, пожалуйста, как это месяц в Италии на таком большом турнире, в одном закрытом пространстве, с кучей ограничений? Расскажи свое мнение. Как для тебя? Ну, первое, наверное, о чем я недавно задумывалась, что для меня такой формат турнира был легче, чем каждую неделю переезжать и менять страны. Это все непредсказуемо. Это были варианты, когда летишь из Сербии в Японию, и это 9-часовые перелеты. И, наверное, в таком формате турнир для меня прошел более комфортно. Давайте минутку благодарности организаторам, потому что на самом деле прошло все очень круто. За тобой был закреплен автобус, что тебя отвозили в то время, в которое надо, тебя там где-то не забыли, за тобой приехали вовремя. Нет того, что ты там непонятно где-то стоял в пробках, ждал автобус, переодевался в автобусе, мотался, когда тоже бывали случаи, тебя привезли к назначенному времени. Сдача ПЦР проводится тоже в секунды, тебе не нужно непонятно куда ехать, непонятно что ждать. То есть там тоже специально обученные люди это все провели, вот оттуда, вот отсюда, вот сюда, чтобы вот здесь было. Вот, и поэтому, ну на самом деле спасибо большое, потому что реально... Это важно. Да, и это прошло все очень круто. Да, и как мы понимаем, чтобы сделать такой большой турнир и все организовать, это непросто. Поэтому еще раз огромное спасибо! Спасибо! Я шла, что снимать. Это же как ритуал у вас. Да, я вообще как ритуал. Так, у нас сейчас тест ПЦР. Катя Лазарева. Катя Лазарева. Я тут. Женечку, ставь, дайте, пожалуйста. Так, тест ПЦР сейчас нас ждет. К мужчине я не пойду. Не пойдешь к мужчине? Но я пойду к этому прелестному дедушке. Хелло! Хелло! Ах, ты хочешь быть в камере? Спасибо! Милый дедушка сейчас. Катя Лазарева. Да. Офа! Майк! Да. О, грация! Это самая большая пытка в истории человечества, скажу я вам. Страшно. Неприятно. После этого мы проходим чуть дальше. Садимся на стульчики и ждем результаты. Тесты у нас быстрые. Экспресс, поэтому результат будет в течение там 50 минут. Ксюх, жива? Все, все здоровы, все получили негативный результат, и поэтому идем смотреть позитивное будущее. Такими красивыми глазами, Катя. Коль, что делать, если расстояние такие большие здесь, пока идешь до раздевалки, устаешь. А это же разминка. Можно пробежаться. Можно приставными, я считаю. Я здесь вот в норму шагов прихожу. Просто посмотрите, посмотрите на вот эти объемы помещений. Здесь тренировочные залы. Их очень много. И еще одна проверочка. Да, два блокпоста. О, здорово. Посмотрите, какие огромные залы. Бон джорно. Чао, бон джорно. Графте. Преего. Чао. Так. Здесь тренировочный разминочный корт. А дальше будет игровой зал. Также здесь разминочный корт. Дальше два игровых зала. Здесь можно по телевизору посмотреть в прямом эфире игру. Сейчас прям играет сборная Бельгии. Не знаю, кто противник. На том телевизоре тоже показывается матч. Доминикана против Японии. Здесь флаги команд, у которых раздевалки. Вот это белые стены, это стены раздевалок. Чао. Вот здесь в ангарах спрятаны наши раздевалки. Наша сторона другая. Мы идем туда. Видим Юлю Бровкину, которая что-то уже кушает. А вот это что-то кругоморное. Вот. Можем увидеть наш флаг. Вот он. Это значит, наша раздевалка здесь, по этой стороне. А играет в Таиланд в Бельгии. Идем в нашу раздевалку. Видите, вот он, игровой зал. Как раз где играет Таиланд с Бельгией. Можем подглядеть. Вот, собственно, раздевалка Бельгии. Вот двери. А вот наш чудесный Андрей Юрьевич, который ждет Танину аккредитацию. Андрей Юрьевич, пожалуйста. Спасибо большое. Вам спасибо. Собственно, наша раздевалка сборной России переодевается здесь. Та-дам! Так, девчонки. А, и меня снимать. Юрий Борисович, я вас, вы меня. Ну и бро. Вот она, вот она подготовка к игре. Матч с Китаем, брови готовы. Желудок сейчас заработает. Да, Желудок заработает. Юлька, молодец. Фиди там энергично катает мячик. У нее два дела. Она совмещает, еще и пальцы мотает. Смотрите, еще пальцы на камеру. Да, хочу. Фиди, можно тебя поснимать, если ты пальчики мотаешь? Да. Процесс. Первые темпы. Свои ровные пальчики мотаем. Что, знаешь, как-нибудь измеленный свет? Играем. Свои ручки. Знаешь, когда мы снимаем, что мы снимаем для... Мне не так красиво получилось в этих роликах. Хорош. В Заре пошла. Готово? Фиди, он хоть сгибается? Нет. Суперфиксация. У тебя всегда все классно, да? А у тебя синеет? Нет. У тебя синеет? Ну, у меня просто синий пальчик. То есть, они потом расходятся, и у всех паника. Это чтобы ставить такой мощный белок, да? Еще четыре осталось. Раз, два, три. Все, мы готовы идти разминаться. Сначала мы разминаемся вот в этом разминочном зале. Полностью растягиваемся, разминаемся в парах. А после идем уже в игровой зал, который вот за этой черной тканью находится. Там сейчас все идет игра. Мы за ней можем следить и за счетом этой игры вот здесь. Четвертый сет. 2-1 ведет Бельгия у Таиланда. То есть, судя по счету, возможно, 3-1 Бельгия победит. А игра, собственно, вот за этой шторкой. Вот так это происходит. Команды выбегают на площадку, становятся вот здесь. То есть, две команды. И после того, как нас объявляют в нашу страну, мы выбегаем уже на Корт. И вы нас начинаете видеть по телевидению. Попараться. Попараться. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...